Всех с возвращением в мир второй классической Готики. Это тринадцатая серия, в начале которой мы поговорим с этим жирным наглым Боровым Онором. Кто пустил тебя сюда? Что ты делаешь на моей ферме? Каков хам? Меня послал Ли, я хочу работать в качестве наемника. Это в самом конце мы об этом поговорим. Давайте пока подрасбросим. Здесь все в порядке на твоей ферме? Я не понимаю, какое тебе до этого может быть дело. Ты не работаешь здесь. Ты противостоишь городу, как я слышал. А теперь послушай ты. Я унаследовал эту ферму и эту землю от своего отца. Он унаследовал ее от своего отца. Я не позволю этому жадному идиоту, называющему себя королем, разорить меня только для того, чтобы накормить своей бесполезной армией. Война с орками длится уже целую вечность. И к чему мы пришли? Мы стоим на грани поражения. Нет, я предпочитаю оборонять свою ферму самостоятельно. Деньги, что я сберегу таким образом, пойдут на оплату моей собственной армии. Твоя, собственно, армия. Куча отрепия, за исключением некоторых достойных индивидов. И они не смогут остановить орков. Можешь благодарить Булка. У тебя стало на несколько овец меньше. О чем это ты говоришь? Кто такой Булка? Один из наемников. Какое мне до этого дело? Если он притронулся к моим овцам, он будет отвечать перед Ли. Зачем ты отвлекаешь меня по таким пустякам? Я смотрю, у тебя вообще все равно. Я хочу купить овцу. А что ты тогда здесь делаешь? Ты где-то видишь здесь овцу? Барана вижу. Я... Если ты хочешь купить овцу, иди на пастбище. Оно находится справа от моего дома. И Пепе продаст тебе одну. Меня послал Ли. И я хочу работать в качестве наемника. Он уже говорил со мной. В конце концов, он отвечает за тебя. Так что приступай к своим обязанностям. Но не выводи меня из себя. Оставь фермеров и служанок в покое. И даже не думай стащить что-нибудь. Понятно? А что касается всего остального, поговори с Ли. А нам с тобой нужно обсудить только твое жалование. Ну, вот тут я, наверное, смогу отказаться. Так что насчет моего жалования? Так, посмотрим. Дай мне подумать. 50 золотых монет. Что скажешь? Здесь не все. В день? В день? Кем ты себя возомнил? В неделю. Да и этого для тебя много. Давай, подойди сюда и забери свои деньги. Я не собираюсь подносить их к тебе. Я так не согласен. Здесь не все. Конечно. Но ты можешь поработать на меня совсем бесплатно. Если хочешь. Это все, что ты получишь. Так. Ну и что, мы стали наемником или нет? Он отдал мне свое одобрение. Теперь ничто не препятствует моему выступлению в ряды наемников. Что-то не было никакой реплики насчет блюда. Что довольно-таки странно. Так. У меня есть три отмычки. И есть идея проверить сундук ли. Эй ты, что тебе здесь нужно? Так. Кто меня пропалил? Я полностью с тобой согласен. Он не заслужил этого. Так. Надеюсь, так у нас все получится. Первый раз слышу об этом. Так. Ну я надеюсь, я еще не стал наемником. А ну-ка, секундочку. Нет гильдии. Не стал. Так что пока все пучком идет. Он все время знал об этом. Пока все нормально. И, по всей видимости, нам тут уже делать нечего. Висит у нас только один квест. Надрать задницу булка. А, сейчас мы еще разберемся с квестом. Голодный охотник. Вот он, этот сундук. Ну-с. С трех отмычек. Я угадаю этот сундук с трех отмычек. Право. Лево. Лево. Право. Право. Лево. Вау. Я вам честно признаюсь, я заранее не закружался, не пробовал. Это чистое везение. Тут все равно ничего хорошего нет. Но тем не менее. Значит, можно еще пробовать скрывать сундуки. Я полностью с тобой согласен. В другом крыле, я думаю, уже. Это было очевидно. Предлагаю сохраниться. После такой небывалой удачи. Если все будет по-другому. Может, этот сундук вскрыть. Так может продолжаться вечность. Я слышал другое. Так. Лево. Право. Право. Лево. Лево. Что было отмычку из-за этого ломать? Это было так, как ты сказал. Я полностью с тобой согласен. Так. Вроде никто нас не видит. Проверим этот переключатель. Нет. Это не переключатель. Ух ты. Эй ты. Ага. Что тебе здесь нужно? Ладно. 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 Служанка Мария. Это, наверное, жена Онора. А эти сундуки? Эти сундуки, между прочим, без замков. Кто ты? Я жена Онора Мария. Что тебе здесь нужно? Я просто хотел посмотреть, как вы живете. Когда столько людей живет на ферме, даже в доме покоя не найдешь. Они так и лезут сюда. Ты такая же засранка, как и твой муж. Тебя беспокоят наемники? Ох, но зато с тех пор, как пришли наемники, хотя бы на ферме стало безопаснее. Когда мы были еще сами по себе, сюда постоянно приходили стражники из города и грабили нас. Они забирали большую часть урожая и овец тоже. И ничего не давали нам взамен. Некоторые из них даже воровали, что плохо лежит. Да что ты говоришь? А что они украли у тебя? В основном золото и серебро. Они даже забрали мой свадебный подарок. Золотую тарелку. А он у меня на кармане. Она сейчас пылится в сундуке у какого-нибудь городского стражника. Оп. Я принес золотую тарелку. Это не твоя? Да. Это она. Огромное тебе спасибо. А в денежном эквиваленте? А как насчет моего вознаграждения? Ты работаешь наемником на моего мужа, да? Точно. Не работаю. Этого недостаточно. Иди к нему и скажи, чтобы он платил тебе больше. Ты думаешь, он послушает? Он знает, что будет, если не послушает. Поверь мне. Ты его колотишь иногда? Я думаю, он это заслужил. Расскажи мне об Анаре. Он хороший человек. Немного сварливый и очень раздражительный. Но у нас у всех есть свои недостатки. Я спросила своего мужа, почему ты позволяешь солдатам из города так обращаться с собой? Сделай же что-нибудь, сказала я. И он нанял наемников. И теперь мне кажется, что мы ведем войну. Но если подумать, мы ведь действительно воюем, разве нет? Так это ты замутила. Вот оно, в чем проблема. Женщина, как всегда, корень всех бед. А он просто слабовольный придурок, который пошел на поводу своей тупой жены и замутил в стране гражданскую войну. Что интересного было в последнее время? Мимо прошли паладины. Сначала мы подумали, что они собираются напасть на нашу ферму. Но они прошли мимо, в долину рудников. Ой-ой-ой. Вот так вот всегда. Когда можно улучшить момент, чтобы вас ограбить? Скажите, пожалуйста, ночью? Три сундука без замков не дают мне покоя. А у меня... Одно заклинание сна. Если прийти сюда ночью, и тут будет только один человек, допустим, мне кажется, не может же оставить они три сундука без присмотра. Ладно, у меня две отмычки на кармане. Теоретически можно один сундук открыть с помощью них. Так, давайте поговорим с Ли и вовремя откажемся от этой чести. Я готов присоединиться к вам. Ох-охо. Я боюсь, что это сразу автоматически нас сделает наемником, поэтому нет, я не буду этого говорить. У Анара теперь на несколько овец меньше, благодаря Булка. Ох, не приставай ко мне с такой чепухой. У меня и без этого проблем хватает. У меня тоже. Булка, похоже, видит проблему во мне. Он хочет, чтобы и я покинул ферму. Да, и что? Постой за себя. Ну какой ты умный. Ты можешь сказать ему, что он должен вести себя сдержаннее, или я вычту пропавших овец из его жалования. Что значит сдержаннее? Сразу надо вычитать? Да еще бы и по морде ему неплохо было дать. Ты тут директор или кто, Ли? Я вообще о тебе лучше думал. Так. Давайте. Надрать задницу Булка. Да, это я боюсь. Голодный охотник мы можем выполнить. Булка нам не по силам, фыркующая тварь не по силам. Запретное плацпище не решается пока что. Стать наемником 20 лет нам не надо. Арбалет Драгомира, он черт знадеева потерял. На другом конце карты информация Литра Гарвила пока не решается. Бандиты в майке Джека пока туда хрен пройдешь. Там орки по дороге. Член городской стражи 100 лет не надо, как по посьмяности не надо. Объявление о розыске бандита, думаю, пока смысла эти нет. Глос Иноса эпическое задание, которое решается в 25 ходов. Ну, собственно, голодный охотник нам остается. Как мы видим из всего этого огромного перечня, на самом деле выбор невелик. Единственное, что может действительно попробовать, зайти и сказать Булка, чтобы он вел себя по сдержанию. Да, он еще раз на меня накинется. Ну, если что, бежим. Не знаю даже. Может, это что-то повлечет за собой? Или это чертов Булка? Тебе имя Пепе говорит о чем-нибудь? Я абсолютно не понимаю, о чем ты говоришь, но твой тон мне не нравится. Ты должен был охранять овец. Какое мне дело до овец? До них есть дело Ли. На что ты намекаешь? Если ты продолжишь действовать мне на нервы, я позабочусь, чтобы тебе пришлось заплатить за овец. Так что, если тебя волнует твое жалование, оставь меня в покое. Ты! Ты! Да? Мерзкий, коварный ублюдок. Нам двоим нужно пополтать. Да ну нет. Ну ладно, хотя бы это мы решили, и теперь он нас не будет гонять. по всему лагерю. И то хорошо. Так. 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 Телка, нет ничего нового у тебя? Телка. Эй, ты! Нет. Ничего она мне не хочет сказать. Ладно, пойдемте кормить охотника тогда. Посмотрите, как все к нам не доверяют, постоянно оборачиваются. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Ну что, у кузнеца нет тоже ничего нового. Эй! Хочу присоединиться, ковать, ковать, кузнечный инструмент. А как насчет кузнечного инструмента? Что тебе нужно? Ну, штучно ничего из этого не нужно. Эй! Твой помощник. Могут у меня. Твой помощник также бесполезен. Ладно. Тогда пойдем кормить охотника. Так. Волк. 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 Как насчет пойти в какую-нибудь ферму и охранять ее? Я к тому, а ничему не учатся у меня. Они сидят тут на заднице ровно. И кто еще не хочет знать? Так, так, так. 30 непотраченных очков опыта. Ну что, сейчас накормим того охотника. Потом я думаю... Так, а Пепе нам нечего сказать? Нет новых опций в диалоге? Нет. Так. Накормим охотника. Так, там у него был... В проходе был сундук. Попробуем его открыть. И... Проверим троллей. Я очень хочу себя проверить с ними. И это никакая не шутка, а не анекдот. Как это может прозвучать для тех, кто играл в первую готику или видел ее прохождение. На ютубе. Здесь с ними вполне можно справляться. Из-за чего? Из-за того, что они неуклюжие. Раз. Но это неуклюжие было и в первой части. А что изменилось? Правильно. Изменилось то, что если... Ух ты ж. Как-то я его в прошлый раз не заметил. Что если мы... Если не наносим никакого урона, то есть наша сила плюс урон оружием меньше защиты, то мы все равно наносим урон 5. То есть самый минимальный урон это 5. Мы не можем нанести меньше 5. Или не нанести ничего. Поэтому мы сломали отмычку. Лево. Лево. Право. Лево. Право. Лево. Отлично. Ох, стоило это действительно того. Ладно. Пойдемте накормим охотника. Тот бедный вообще с голоду помирает. Конечно, он столько сил тратит. Офигеть, он сколько дров уже заготовил. Так ему столько их надо. 25 опыта. Ну, спасибо. И что теперь? Научи меня охотиться. Что ты хочешь узнать? Рок Мракомриса. Вот только из одного рока 5 очков тратить, а? Удаление мандибул, удаление сердца, удаление зубов. Ну, это хотя бы к другим, к нескольким видам в монстров применимо. А урок Мракомриса это, конечно, жесть. Ладно. Бог с тобой. Здесь мы тогда все решили. Пойдемте немножечко погоняем волков. А затем посмотрим, где там мумитроли. Все равно они стайны. Ну, смысл мне тут шкериться. О! Ну, давай. Застрямши. Ах ты ж. Что-то я зазевался. Не прошла комбинация и второй раз также не прошла. Ну, благо, что они мне мало наносят. Так. Что тут еще? Что? Ага. Так, волков больше нету. Мумитроли. Ну-с. Удача улыбается храбрым. Здесь у нас все получится. Битва обещает быть долгой. Я бы даже сказал нудной. Плохо тебе идет. Плохой трой. Получ grab дiced. Плохой плохо им. Кругу и му eruption. И пик эпичности на падающем тролле снять шкуру. Вот так вот, нехитрым способом, получаем 500 очков и шкуру тролля, которая стоит на секундочку. Кстати, надо эти мешки пооткрывать, чтобы они тут... Сколько же она стоит? 300, ну купят ее за соточку, разумеется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом не получилось на летящем снять. Так, ну и тут должно быть много всего интересного. Не зря же это место охраняли ему метроли. Царь Кищайль. Это очень интересно. Рапира. Кстати, рапира, по-моему, проходит проверку на ловкость. Да, урон 50, необходимая ловкость 50. Это вот такая небольшая хитрость. Тут всего два оружия, по-моему, сабля и рапира, которые проходят проверку на ловкость. Ну, они как бы даны в помощь лучнику, которому никакой ближний бой нужен, а силу он не качает. Ну, вот поэтому такие два вида оружия сделали в игре. И действительно, я когда проходил лучником, пользовался рапирой, ну, до определенного момента. Потом, когда ты уже не участвуешь в дуэлях, и тебе не нужен ближний бой, когда у тебя очень хорошо прокачан лук, я, конечно, его продал и ходил исключительно с луком. Так. У меня терзается мутное сомнение. Тут вот так вот все нацелено на лучника, но мы не нашли самого главного, что ищет всегда лучника, а именно гоблинской травы. Это меня несколько удивляет. Потому что по косвенным признакам она здесь должна быть. Но я еще не все осмотрел, так что, возможно, она здесь будет. Давайте смотреть внимательно. Может, мумитролль прям на нее упал своей массой и прикрыл? Вот бы было нехорошо. Мне как раз одной ловкости не хватает, чтобы я все-таки мог нацепить лук, на который у меня 200 стрел, между прочим. И наносит он 25. Ну, неплохое подспорье. Совсем неплохое. Ну и рожа у тебя. Точно я его не нашел? Луговая ягода. Нет. Я его не нашел. У нас уже три царских щавеля. Почти четыре с половиной тысячи монет. Блин. Ну ничего. Не может быть такого. Ну может, конечно, но маловероятно. Кажется, мне здесь должен быть он. Они. Гоблинские ягоды. Может, я что-то не заметил. Это вот это другой разговор, что я не заметил. Это очень даже может быть. И очень просто. Потому что внимательность это не мой конек. Ну, еще чуть-чуть и будем закругляться. Кстати, там у голодному охотнику. Ну, уже не голодному, я надеюсь. Надеюсь, он заточил тот окорок и запиловал молоко, которое мы ему принесли. Будет интересно, что я разобрал со стролями. Как вы думаете? Нет. В общем, ничего я тут не нашел. Переливаются соловьями птички в этой долине. А я тут бегаю печальной. Смотрю под ноги и ни черта не вижу. Так, ну смешно будет, если я пробежал мимо нее. Но я думаю, что я все-таки обошел тот каждый квадратный метр. Да. Похоже, что все-таки нет ее здесь. Нет, ее и не было. Ну, ладно. Что ж. Ну, нет, сюда нет. Когда-нибудь же мы ее найдем. Хотелось бы, конечно, раньше, чем позже, но... Ладно, ничего не поделаешь. Несолоно хлебавшим. Сейчас вот еще за палаткой проверю. Всякие интересности могут быть спрятаны за палаткой. Ну, нет, ничего нету. Эй, ты! Нет, тебе не интересно. Ну, как знаешь. Ладно. Читаем. Надрать задницу в булку. Все понятно. Фыркающая тварь. Запретное пастбище. Стать наемником. Арбалет, дорогомира. Все. Пожалуй, все. Надо брать овцу. И... По расчищенной дороге отправляться в монастырь. И начинать уже действительно работать на ту... А, бандиты, да, тоже не нужны. На ту фракцию, в которую мы хотим вступить. Тут мы так поработали и на тех, и на других. Чисто, чтобы набраться опыта, заработать деньжат. А сейчас уже будем действительно направлены на результат. Так, уважаемый пастух Пепе. Который растерял половину своих овец, балбис. Эй, ты! Вообще, за то, что я тебе помог, мы будем мне вообще ее бесплатно отдать. Ну, ладно. Вот сто золотых монет. Давай мне овцу. Хорошо. Возьми Бетси. Ты найдешь ее на пастбище. Просто скажи ей, что она должна идти с тобой. Она очень умна для овцы. Не обижай ее. Да, она, мне кажется, умнее тебя даже. Бетси. Шить-шить-шить. Бетси. Вот она, Бетси. Эй! Ку-ку. Я правда должен искать привет? Здравствуй, овечка. Кам, Дзумир. Пойдем со мной. Идет? Идет. Но я все равно предлагаю сохраниться. Потому что мало ли там, что нас будут поджидать на пути. А овцы достаточно кабаринового куса, чтобы она сложилась пополам. Давайте держаться ближе дороги. Бетси, не оставай. Я тебя прошу. Я буду временами бежать, временами идти, чтобы она не сильно отстала. Так, я все-таки хочу немножечко стороной пройти этих наемников. Мало ли, они придерутся ко мне, что я с овцой иду. Кто их знает, этих придурков. Бетси, успеваешь? Путь нам не близкий предстоит. Ну все, теперь выходим на дорогу и... По проторенной дорожечке. По накатанной телегами пойдем. Бетси. Давай быстрее. Овечка. Ух ты, бедная овечка. Что же бьется так сердечко? Потому что она не привыкла к такой физкультуре. Привыкла там ходить себе спокойно и жевать травку. А тут надо пробежаться на полкарты. Так, ну эти наемники, я надеюсь, не будут к нам придираться. Ну если что, мы там одному уже задницу надрали. Так что, я думаю, не будут. Кстати, у нас нет новых опций в разговоре? Нет, нету никаких. Тогда продолжаем. Своё путешествие увлекательное. С овцой. Я так понимаю, этим заданием человека, который даже еще и не стал послушником, мучат смирению. Ну действительно, вот сколько надо терпения. Ох ты ж. Трава. Сколько надо терпения, чтобы довести овцу до монастыря. Это ж просто ужас какой-то. Тут предлагаю срезать. Вот таким вот образом. Тянюю в баню. Она еще запутается там. Ух ты ж. Еще забыл собирать травку. Новая глава не наступила. Тут я напоминаю, как и во второй готике, некоторое количество растений и монстров появляется с приходом новой главы, но она еще не наступила и наступит у чего и как не скоро. поэтому это то, что мы забыли сорвать в прошлые разы. Так, денег у нас 4 300. Это почти так, что еще дадим, останется 3 300, но неплохой задел. О боже мой, эта ворона перепугала. Что-то по ее. Неплохой задел. Думаю, с деньгами особых проблем быть не должно. Хотя, конечно, хорошие вещи стоят очень крайне недешево, поэтому... Поэтому воровать нам еще придется. И так к бабушке не ходи. Благо, у нас осталось много еще неразведанного Хориноси, по той причине, что у нас, как всегда, нету отмычек. А появятся они тоже, подозреваясь с наступлением новой главы. Хотя, с другой стороны, у нас много времени не было же в городе. И, возможно, там это работает по-другому. И торговцев товар, ассортимент обновляется по другой схеме. Не с новой главой, а с... С прошествием некоторого периода времени. Хотя, возможно, дуализм. То есть, некоторые товары с прошествием новой главы, некоторые с прошествием времени. В любом случае, я не уверен. И придется это все проверить. Ну что ж, наше путешествие благополучно подходит к концу. Овца жива и здорова. Хотя и выглядит немножко уставшей. Ку-ку. Педро. Я хочу стать послушником. Я хочу стать послушником. Я вижу, ты принес необходимое приношение. Если ты действительно желаешь этого, ты можешь стать послушником. Однако, если ты примешь это решение, пути назад не будет. Хорошо подумай, твой ли это путь. Вот тут меня предупреждают. При вступлении в ополчение предупреждают. Али меня не собирался предупреждать. Собирался сразу меня принять. В наемники. Ну, я хочу посвятить свою жизнь Инносу. Да, и я хочу посвятить свою жизнь служению Инносу. Тогда добро пожаловать, брат. Я даю тебе этот ключ от монастырских ворот. В знак твоего добровольного принятия этого решения, ты должен сам открыть эти ворота и войти внутрь. Теперь ты послушник. Носи эту робу в знак того, что теперь ты член нашего братства. Когда ты войдешь в монастырь, подойди к Парлану. С этого момента он будет отвечать за тебя. Мои прегрешения теперь прощены? Пока еще нет. Поговори с мастером Парланом. Он благословит тебя и очистит от твоих грехов. Да, как бы не обязательно, чтобы там какие-то прегрешения были прощены. Я не настолько верующий. Ну что ж, смотрится, по крайней мере, получше того, что у меня было. Но это, конечно же, не главное. Главное – это характеристики. А характеристики, черт возьми. Эх, 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 эй. Я имею в виду защиту от оружия. Она такая же. Есть защита от магии, но исчезла защита от огня. Вот действительно у послушника магов огня в робе, на которой нарисован огонь. Ну, такая стилистика, да? Нет защиты от огня. Потрясающе. В общем, ладно. То на то. Я думаю, он хоть на пятерочку будет больше. Но нет. Но нет. Ладно, овцу куда девать? Эй, ты! Петро. Овца за мной идет? Да. Надо овцу куда-то сбагрить. Ну, наверное, парламу и сбагрим. Привет, маги. Как сами тут? Ну, ничего так вот. Аутентичненько. Кто из вас... Парлан? Парлан. Я Парлан. А я... Послушник. Неважно, кем ты был раньше. Теперь ты слуга Иноса. Только это имеет значение. И с принятием в братство огня все твои предыдущие прегрешения будут забыты. Да благослови ты Инос этого человека, отдавшего свою жизнь служению ему, и смоет все его грехи. И что теперь? Прежде всего, ты должен выполнять свои обязанности послушника. Ты будешь работать и служить братству. Но сначала отведи свою овцу Кополосу. Он позаботится о ней. Ты можешь отдать все свое золото Гораксу, нашему управляющему. Ты найдешь его в винодельне. Когда с этим будет покончено, мы поговорим о твоей работе здесь, в монастыре. Хорошо. Я хочу избавиться от овцы, потому что она мне уже до жути надоела. Аполос, да. Ну и пастбище тут у тебя огромное просто. Прям как и Атара Овец. Привет. Ты должно быть тот самый новичок? Я Ополос. Я присматриваю за овцами. Ты что-то не поделился со своими овцами? Одна из них тебя врезала? Почему ты шепеляешь? Смотри, я привел Бетси. Могу я оставить ее с тобой? Да, конечно. Какая красивая овецка. Я позаботюсь о ней. Нет времени на это. Боже мой. Кто сказал тебе это? Ты мне вот это вот... Какие-то меня терзают смутные сомнения. Какая красивая овечка. Я больше не хочу слышать. Ну да ладно. Ты давно в монастыре? Уже три года. Но до сих пор меня не пускают в библиотеку. А мне так хочется. А почему? Моя работа здесь. Пасти овец. А не изучать писание. И пока мастер Парлан не освободит меня от этой обязанности, мне не позволят начать обучение в библиотеке. Ну, может оно и к лучшему. Там я... Вряд ли там какие-то есть раскраски или комиксы. Она больше, мне кажется, это не способен. Как я должен вести себя в монастыре? Никогда не лги магам. Увозай своих братьев по Апфине. Увозай собственных монастыря. Если ты нарушишь эти правила, тебе придется отвечать перед мастером Парланом. Помимо этого, я могу посоветовать тебе быть осторожнее с Агоном. Если ты не будешь бдительным, ты можешь кончить, как Бобо. Что еще за история с Бобо? Ты можешь чему-нибудь научить меня? Конечно. Мне часто приходилось драться. Я могу научить тебя, как стать сильнее. Но я бы хотел узнать что-нибудь о зельях. Особенно магических. Чем я могу помочь тебе в этом? Ну, если ты работаешь на Ниороса, то у тебя наверняка будет возможность позаимствовать ненадолго один из его рецептов. Если ты принесешь его мне, чтобы я мог изучить его, то я потренирую тебя. Ну что ты намекаешь позаимствовать? А кто такие Агон и Бобо? Агон заведует садом. Он тоже подгрузник, но ведет себя так, как будто он уже избранный. Бобо пришел в монастырь незадолго до себя. И сначала он помогал Агону в саду. Похоже, они что-то там не поделили. И с тех пор Бобо подметает двор. Ты знаешь, что произошло? Точно не знаю. Тебе лучше самому спросить их. Но слово Агона имеет больший вес, чем слово любого другого послушника, потому что он племянник губернатора. Ну, как всегда. Насчет библиотеки. Это запертая комната слева, рядом с воротами. Ключ от нее можно получить только тогда, когда мастер Парлан решит, что ты готов изучать Писание. Так, ладно. Овцу мы отдали. Кому он там говорил бабу отдать? В винодельне кому-то. В винодельне. Так. Послушник. Ранг у нас. Ну вот. Жалко, что он сразу не стал нас обучать силе. Я бы посмотрел. Вот этот Агон. Ну что, поговорим с ним? Что тебе нужно? Давайте в следующий раз. Когда мы разберемся с этими винодельнями. Так, я вот тут... А, вот. Вижу бочки. О, Гаракс. Вот ему надо что-то зародать. Могу я чем-нибудь помочь тебе? Да это я тебе помогу. На. Я принес целую кучу золота. А, приношение Иносу. Это очень хорошо, сын мой. Я использую твое пожертвование на благо монастыря. Как того желает Инос? Без всяких сомнений. Я ищу место, где можно было бы поспать. Есть одна свободная кровать в следующей комнате. Первая дверь направо, рядом со входом. Ты можешь поспать там. Ты можешь сложить свои вещи в один из пустых сундуков. И помни, тебе нельзя входить в опочивальни магов. Также, без соответствующего разрешения, тебе нельзя входить в библиотеку. Это мы еще посмотрим. А что входит в твои обязанности здесь? Мои обязанности многочисленные и разнообразные. Я не только управляющий, но также и казначей. Кроме того, я заведую винным погребом. А также на моих плечах лежит обеспечение монастыря с ясными припасами. Поэтому, если тебе что-нибудь нужно, ты всегда можешь обратиться ко мне и получить все необходимое за скромное пожертвование. Конечно. Это называется торговля. Мне нужно кое-что. Так, так, так. Карта земель Хориниса. Ценотаж 250. Кулак ветра. Малая молния. Сон. Сон нужен всегда. Сон забираем. Лечение легких ранений. Огненная стрела. Свет. А мы отдадим тебе рапиру. Тара-тара. Обычный лук. 42 арбалетных болта. Тара-та-та. Два непрожаренных куска мяса. Ну, хапчик пока не будем никакой отдавать. Так, броня нам вот эта уже не понадобится. Лечение средних ранений нам не нужно. Шкурки. Какой сгрупплен на волчья шкура. И тара-та-та. Шкура тролля. Ах ты. Даже не на треть он берет, а еще дешевле. По 90. Я-то думал по 100 будет. Дианой кварц. Ну, пусть вот так. 3 800. Пусть пока так будет. Так, кто тут на тебя работает? Послушник и послушник. Куча вина. Не уверен, что его можно брать. Так, пойдемте скажем по рлану. Вот тут, по-моему, можно мне поспать, да? Какой-то из этих сундуков можно сложить свои вещи. А в какой-то, наверное, и нельзя. Мы давно не сохранялись. Так, вот это мой сундук, понятно. А вот это не мои. Ну, все. Здесь бы пригодилась отмычка. Э, точно. Пойдемте скажем по рлану, что мы с этим разобрались. И посмотрим, каковы же наши обязанности в роли послушника. А там директора сидят, я так понимаю. Интересно, туда можно входить? Но я не вижу никаких стражей. Чем я могу служить общине? Поговори с другими магами. Они дадут тебе поручение. Я буду наблюдать за твоей работой. И если ты хорошо будешь справляться с ней, ты получишь позволение войти в библиотеку, чтобы изучать учение Инноса. Изучать учение. Масло масляное. Так может продолжаться вечность. У тебя есть поручение для меня? Хм. Да ты действительно можешь сделать кое-что для общины. Кельям послушников не помешает хорошая уборка. Позаботься об этом. Но это займет целую вечность. Тогда тебе лучше не терять время попусту. Разве нет? Ладно. И мне самому, что ли, их придется подметать? Или можно немножко захитрить? Так. Тут можно даже не в бровь, а в глаз ему сказать про Глосынаса. И я тоже занялся тавтологией. В общем, сделаем это. Я ищу Глосынаса. Я не знаю, кто сказал тебе о нем. Но к этому божественному артефакту никто не смеет приказаться. Где хранится Глосынаса? Очень немногие знают эту тайну. Этого я тебе сказать не могу. Попробуй найти его. И тебе это не удастся. Я должен поговорить с командующим паладинами. Лорд Хаген не принимает послушников. Только магам позволено видеть его. О-хо-хо. Как мне изучить основы магии? Ты здесь не для того, чтобы получить дар магии. Ты здесь, чтобы служить Иносу. Но я могу показать тебе, как повысить твои магические способности. Ну, давайте посмотрим, во что нам это теперь будет обходиться. Я хочу повысить мои магические способности. Ну вот. Видите, теперь по одиночной цене. Этого я тебе сказать. 5 за 5. И 1 за 1. Но я боюсь, что теперь сила, одноручка и все прочие ловкости стоят двойную цену. Хорошо, что нам это не надо. И мы будем уже качать именно ману, руну и алхимию. У нас 30 очков обучения. Предлагаю 20 из них потратить немедленно. 5. 10. 15. 20. Ну, а 10 на всякий случай прибережал. Так. Ну, понятно, что мы выйдем в теку, а не можем. Сначала выполни свои поручения на благо общины. А когда ты закончишь свою работу, мы вернемся к этому разговору. Это может продолжаться вечность. Я понял. Так, проверим характеристики. Да, действительно. Теперь мана у нас 30. Давайте ее пополним. Это может продолжаться вечность. Тоже мне большое дело. Тоже мне большое дело. Ты действительно думаешь? И теперь, наверное, уже можем поговорить с этим занущим послушником Агоном, племянником Бургомистром. Я новичок здесь? Я вижу. Если у тебя еще нет работы, поговори с Парланом. Он поручит тебе что-нибудь. Что произошло между тобой и Бобо? Тебе не стоит верить всему, что ты слышишь. Давай проясним кое-что. Я буду поступать так, как сочту нужным. Так, как предопределил мне Инос. Я никому не позволю встать у меня на пути. И уж, конечно, не этому простофили Бобо. Я не доверял тому, кто сказал тебе это. У меня нет времени на это. Но я не буду подлизываться. Одному Иносу ведомо это глупо. Я думаю, скажем, что мы должны ладить. Разве мы, послушники, не должны поддерживать друг друга? Вы остальные можете поддерживать друг друга сколько хотите. Но, пожалуйста, не трать мое время. Да, я смотрю, ты вообще целенаправленно идешь вперед по костям. Что ты выращиваешь здесь? Мы пытаемся вырастить лечебные травы, из которых мастер Неорос готовит зелья. Кстати, где его найти? Надо же с ним поговорить. Можно какой-то... Тут сорняки растут, их надо собирать, не надо. Непонятно. Дуриан. Что тебе нужно? Что ты такой печальный, Дуриан? Что ты делаешь здесь? Я грешен. Я нарушил правила поведения в монастыре. Грешен, покайся. Я решила решение высшего совета. Не знаю, оставят ли они меня в монастыре. А что ты сделал? Расскажи мне, что произошло. Я взял книгу в комнате одного из магов, когда подметал там, чтобы почитать ее на досуге. Мастер Хиглас, конечно, сразу заметил пропажу и спросил меня об этой книге. Из страха быть наказанным я солгал, а затем он застал меня в моей келье, когда я читал эту книгу. Он очень разозлился и сообщил об этом высшему совету. Теперь они решают, могу ли я остаться в монастыре. Человек рвался к званиям. Беззнаваниям. Знаниям. Хе-хе-хе-хе. Как-то маги Ильяна ограничивают, да, свои знания? От послушников. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Нет, моя судьба зависит теперь только от милости Инноса и мага. Какой ты пафосный чувак. Ладно. Вот это бабо, которое подметает. А мы его не можем использовать. Ты тоже новичок здесь, да? Да. Ты давно здесь? Четыре недели. Тебе уже выдали боевой посох? Пока нет. Тогда возьми вот этот. Мы, послушники, всегда ходим с посохом, чтобы показать, что мы способны защитить себя. Ты умеешь сражаться? Ну, мне случалось пользоваться оружием? Если хочешь, я могу обучить тебя кое-чему. Но у меня есть просьба. Что за просьба? Ну, один из паладинов, Сержио, сейчас живет в монастыре. Если ты сможешь убедить его дать мне несколько уроков, тогда я потренирую тебя. Я посмотрю, что можно сделать. А сам ты что, не можешь попросить? Я должен подметать келья послушников. Ты взвалил на себя слишком много работы. Знаешь что? Я помогу тебе. Тебе ни за что не справиться одному. Но мне очень нужен свиток с заклинанием «Кулак ветра». Знаешь, мне повезло. И мне было позволено прочесть книгу о нем. И теперь, естественно, я хочу испытать это заклинание. Так что, если ты мне принесешь этот свиток, я помогу тебе. Да сейчас принесу. Что произошло между тобой и Агоном? О, мы поспорили о том, как нужно ухаживать за огненной крапивой. Агон поливал их так, что корни бедных растений почти совсем сгнили. А когда они сгнили совсем, он обвинил в этом меня. Теперь меня постоянно заставляют подметать двор в наказание. Ну а ты что, не мой? Ты не мог? В свое оправдание что-то сказать. Зачем Агон сделал это? Тебе лучше самому спросить его об этом. Я думаю, он просто не выносит, когда кто-то оказывается лучше его. Похоже, ты хорошо разбираешься в растениях. У нас в семье была делянка, где мы выращивали различные травы. И я научился кое-чему у дедушки. Я бы так хотел опять работать в саду. Как жизнь в монастыре? Не хочу жаловаться, но я никогда не думал, что здесь такие жесткие правила. Если ты нарушаешь правила, тебя наказывают. Конечно. Многие послушники хотят изучать учения Инноса в библиотеке, чтобы подготовиться стать избранными. Но я думаю, что лучшая подготовка к испытанию магии – это тщательно выполнять нашу работу. Что ты там говорил об избранных и что за испытания? Нет. Поговори с братом Игорацем. Он больше знает об этом. Странно, что у меня была реплика отдать сыток заклинаем кулак ветра, когда у меня его на кармане не было. Может, это специально так сделали, типа, и баба мог подумать, что я шучу над ним. Сейчас мы его купим, я увидел, что он есть у Горокса. Спросим о задании для меня. У тебя есть какое-нибудь задание для меня? Да. Послушники хорошо поработали. А тот, кто хорошо работает, должен хорошо питаться. Я дам тебе ключ от кладовой. О, да. Ты найдешь там баранью колбасу. Раздай ее послушникам, ну, раздели ее по справедливости. А когда закончишь с этим, можешь опять обратиться ко мне. Мне нужно кое-что. Так. Кулак ветра, 125. Не дешево. Баба. Твоя помощь обойдется. Подметание. Так. А где у вас кладовка? Время у нас? Боже мой. 11 час. А, отмычек нет. Насчет свитка. У тебя есть свиток кулак ветра для меня? Вот свиток, который ты хотел получить. Отлично. Тогда я помогу тебе подметать кельи. Так, поможет мне пометать кельи. А мне его помощи будет достаточно? Или еще мне нужно попросить кого-то об этом? Мне нужна помощь, чтобы подмести кельи послушников. Эх, я был бы не против, но я очень занят. Ах ты, свинья. Ладно. Эй, ты! Кого еще можно попросить? Тебя? Мне нужна помощь, чтобы подмести келью послушников. Конечно, я помогу. Мы, послушники, должны поддерживать друг друга. Сегодня ты мне, завтра я тебе. Я прошу всего 50 золотых монет. Мне нужно заплатить их Парлану. Да, пожалуйста. Хорошо, я заплачу. Хорошо. Тогда я готов приступать. Так, а сколько мне всего надо? Так, где тут написано? Баранья колбаса, тренировки. Служение общения. Не вижу. Про подметание. Ладно, давайте я попробую поговорить со всеми. Эй! Тут нет такой опции. А, ну, собственно, они все отправляются спать. Так, Мардрук в поход собрался. Привет. Что ты делаешь здесь? Я готовлю паладинов к сражению против зла. О, да. Что такое зло? Зло повсюду. Оно порождение Белиара, извечного противника Иноса. Это всепоглощающая тьма, которая пытается навсегда закрыть от нас свет Иноса. Белиар, повелитель тьмы, ненависти и разрушений. Только те из нас, чьи сердца горят святым огнем Иноса, несут сияющий свет Иноса в наш мир и изгоняют тьму. Да ты фанатик. Но в монастыре живут только маги и послушники. Правильно. В отличие от нашей общины, которая чтит слово Иноса, паладины чтят превыше всего дела нашего владыки. Мы все представители Иноса, но паладины – его воины, идущие в бой с его именем на устах и прославляя его величие. Могу я сделать что-нибудь для тебя, мастер? Для меня? Нет, мне не нужна твоя помощь. Лучше помолись за воинов Иноса, отправившихся в долину рудников. Хорошо. Мне не сложно. Ты можешь чему-нибудь научить меня? Я эксперт в магии льда и грома. Я могу обучить тебя этим дисциплинам. Однако, я обучаю только магов. Все понятно. Так, ну вот и... По статуе Иноса и паладин Серджио, которого мне надо попросить, чтобы он... Да пребудет с тобой, Инос. Чем я могу помочь тебе? Что ты делаешь здесь? Я молюсь Иносу, чтобы он укрепил мою руку и мою волю. Тогда я буду готов к любым опасностям и уничтожу всех его врагов с его именем на устах. Каких врагов? Всех тех, кто противится воле Иноса. Не важно, человек это или вызванное существо. Кстати, опять-таки ошибка. Он не паладин, он рыцарь. Почему ты не с другими паладинами? Может показаться немного странным, что я здесь. Однако, не надо забывать, что мы, паладины, также служим магам, так как они проповедуют волю Иноса. Мы, паладины, воины Иноса. Его воля – закон для нас. В настоящий момент я жду новых приказов от магов. Ты уже получил новые приказы? Пока нет. И у меня есть время найти силу в молитвах. Ну, тогда потренируй баба немножко. Не мог бы ты немного потренировать бабу? А почему он не попросит сам? Я думаю, он робеет. Понимаю. Хорошо, если это так много значит для него. Я буду тренировать его каждое утро в течение двух часов. Мы будем начинать в пять утра. Можешь передать ему это? Окейшки. Да светит Инос твой путь. Спасибо, друг. Давайте помолимся за паладинов. Инос, распрости свою длань над слугами своими, благозлими своим огнем. Я не успеваю. Ну, в общем, чтобы с ними было все хорошо. Ты молился за моих товарищей. Я благодарен тебе за это. Скажи мне, что я могу сделать для тебя. Ты не мог бы поделиться своим боевым опытом, как насчет небольшого пожитого, да? У какой пожитого? Только опыт. Ты не мог бы поделиться своим боевым опытом? Когда ты сражаешься, постарайся, чтобы никто не мог атаковать тебя сзади. Спасибо. Мне нужен доступ в библиотеку. Ну, я не могу обеспечить тебе доступ. Для этого ты должен сначала выполнить свои задания. Но я могу помочь тебе. Иди к мастеру Изгороду и поговори с ним. Я слышал, ему нужна помощь, и собирался сам помочь ему. Но я поручаю эту задачу тебе. Легко. Это тот... Да светит, Иннас, твой путь. Да спасибо ж тебе уже. Это тот человек, который нам попадался по пути в монастырь. То есть за пределами. Так, а какой тут послушник туда-сюда носится? Постоянно я его наблюдал. Так, ну мне заходить в келье смысла нет. Смысла нет. Я еще не говорил с алхимиком, потому что я его не увидел. И надо мне найти склады. Так, сюда я могу войти? Никто не обидится. Взять там баранью колбасу. Я надеюсь, что-нибудь еще. Так, ну да. Тут находятся высшие маги, я так понимаю. Золотые кубки. Да, не стоит их трогать. Это точно. Пирокар. Это самый главный маг. Итак, у нас новый послушник. Я полагаю, ты уже получил задание у мастера Парлана? Ты же знаешь, что все в Братстве Огня должны выполнять свои обязанности согласно воле Иноса. Хорошо. Я должен поговорить с паладинами. Это срочно. Ты скажешь нам, о чем ты собираешься говорить с ними? У меня для них важное сообщение. Что это за сообщение? Армия зла собирается в долине рудников. Ее возглавляют драконы. Мы должны остановить их, пока это еще возможно. Хммм... Мы должны обдумать твои слова, послушник. Когда придет время, мы дадим тебе знать, что по этому поводу решил совет. А пока тебе лучше уделить самое пристальное внимание своим обязанностям послушника. Да... Ну что ж ваш тут совет решит? И сколько он будет думать? Я ищу глаз Иноса. Любой, кто полагает, что он может не только найти этот священный амулет, но также и носить его, идиот. Этот амулет сам выбирает своего хозяина. Только тот, кто судьбой предназначен для этого, способен носить его. Я все же хотел бы попробовать. Обязанность послушника проявлять смирение, нежелание. Что ж, мы больше не будем отрывать тебя от работы. Ты можешь идти. Спасибо. Смирение, благодетель, которое тебе еще предстоит научиться. Так или иначе. Ладно, не будем тебя злить. Ты осмеливаешься обращаться ко мне, послушник. Возвращайся к своей работе. У меня есть еще один вопрос. Похоже, ты не понимаешь. Я решаю, когда говорить с тобой, а когда нет. Что ты о себе вообразил? А теперь возвращайся к работе. Так, все, я, пожалуй, не буду больше с ним говорить. Это он еще фаерболом меня запустит. Нервное какое существо. Послушай, новый послушник должен предстать перед Высшим Советом. Да пребудет с тобой, Инос, сын мой. А каковы задачи Высшего Совета? Это наш долг провозглашать волю Иноса. Согласно его воле мы называем избранных послушников, которые должны пройти испытания магии. Хотя мы ведем уединенный образ жизни, мы следим за событиями в миру, так как Церковь Иноса представляет собой высший закон на земле. Ах, так вам интересно, что происходит в миру. А что вы думаете об этих драконах, что опустошают долину родников со своей армией, что растет день ото дня? Я понимаю, что сердце твое горит гневом, но мы должны сначала взвесить твои слова, прежде чем предпринять какие-нибудь шаги. Если мы позволим себе увлечься и начать действовать поспешно, мы ничего не добьемся. Поэтому выполняй свои задачи, а мы пока обсудим, что можно сделать. Да, мне кажется, еще чуть-чуть, и ты уснешь. Расскажи мне о воспитании магии. Это шанс для избранного послушника вступить в гильдию магов. Но только один может пройти это испытание. И Инос один выбирает послушников для него. Когда пройдет это испытание? Как только мы услышим волю Иноса, мы сообщим об этом избранным послушникам и проведем испытание. Ну, понятно, что ни черта не понятно. Когда-то произойдет, а когда, неизвестно. Так, предлагаю поискать алхимика. Хотя, конечно, она сейчас спит. О! Лестница вниз, да? Давайте все-таки посмотрим. Но это келли, все келли. Давайте на всякий случай возьмем метлу. Это раз. А два... Вот, никого нету. Я думаю, можно все это вино пособирать. Ничего ему тут стоять. А то еще послушники набьются и строят пьяный дебош. Это ребята агрессивные. Лишены женского внимания. Поэтому не будем их провоцировать лишний раз. Так. Все тут забрали. Так, значит, здесь келли послушников. Тут какая-то лестница вниз. Келли послушников. Закрытая дверь. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Келли магов. Ну, тут понятно. Кстати, небольшой монастырь. Такой уютный, компактный. Мы уже его весь обошли. За какие-то 10 секунд. Келли магов. Келли мага. Келли послушника. Статуя Иноса. И келли послушников. Ну что ж, давайте тогда спустимся вниз. Я думаю, алхимик должен быть там. По логике вещей. И тут же где-то должен быть склад. Давненько мы не сохранялись. Так. Ух ты ж. Вот он, алхимик. Это не является рычагом. Так, а вот тут что-то из них склад. Никогда не открыть это без правильного ключа. Это сокровищница. Так, а вот плодовка. Тык. Вино. Яблоко. Что мы должны раздавать? Паранья колбаса. Где ее взять? Чего-то тут я ее не наблюдаю. Может она в сундуке? А он на замке. Или у нас есть ключ? Ну-кась. Здесь бы пригодилась отмычка. Может в этом? Ага. От этого есть ключ. И тут действительно 14 штук паранья колбасы. Надо запомнить это число. И справедливо распределить. Но я понимаю, что это уже будем делать по утру. Ночью смысла нет. Пусть спят на голодный желудок. Не потолстеют от этого. Будут мне еще благодарны за свою встроенную фигуру. Рецепт. Чего? За рецепт? Нет, этот рецепт хотел посмотреть. Бобо. Рецепт магической эссенции. Рецепт магической эссенции. Угу. Угу. Ну, в принципе, понятно. Так. Похоже, продвигается дело. Нет, этот факел тоже не является переключателем. Так. Так. Давайте проверим все, прежде чем идти к алхимику. Что у нас тут? Тебе нельзя идти дальше. Поворачивай назад. О, как. Ну ладно, не будем тебя злить. Что ж там такого секретного ты охраняешь? Тут у нас что? Тоже какое-то хранилище. Да пребудет с тобой, Инос. Я никогда не видел тебя раньше. Ты новенький здесь. Да, я только что стал послушником. Тогда я желаю тебе освоиться здесь побыстрее. Дай мне знать, если тебе понадобится помощь. Да, подмети кельи. О, давайте колбасы ему дадим. Хочешь колбасы? Ах, как вкусно. Огромное спасибо тебе, брат. Двенадцать послушников осталось. И тринадцать, смею заметить, штук колбасы. То есть одна из них может достаться мне. А можем с кем-нибудь поделиться. Что это за комната? Здесь хранятся священные реликвии монастыря. Какие реликвии? Здесь спокоится молот Иноса, а также щит огня. Это самые важные реликвии церкви Иноса здесь. Вдали от столицы королевства. Молот Иноса? А глаз Иноса тоже хранится здесь? Конечно, нет. Что за странная мысль? Никто не знает, где хранится этот божественный артефакт. Что ты делаешь здесь? Я страж священных артефактов. Угу. Почему эти артефакты охраняются? И есть причины полагать, что они могут быть украдены? Что за бредовая мысль? С чего ты это взял? Только те, кто служит Иносу, могут входить в монастырь. И ни у кого из истинных верующих такая мысль даже появиться не может. Ты в этом уверен? Что если я сменю тебя ненадолго? Это испытание? Маги послали тебя испытать меня, правильно? Ох, я знал это. Но я пройду это испытание. Скажи своим магам, что я был непоколебим, как скала, и что я буду сопротивляться всем искушениям, что я хороший страж. Ух, ты какой упертый. Ты когда-нибудь спишь? Что за необычное замечание? Конечно же, я никогда не сплю. Сам Инос дарует мне силы обходиться без сна. Как же иначе мог бы я выполнять священные обязанности стража? Ничего себе, Инос, как подогревать тебя. Ты действительно никогда не спишь? А может, ты на траве снишь? Нет, если страж заснет, он провалит свое испытание. Но я не провалюсь, ведь Инос дает мне силы и выносливость. И я никогда не устаю. Обалдеть. Расскажи мне об этом щите. Щит огня принадлежал Доминику в битве на Южных островах. Но сила этого щита не должна больше использоваться, поэтому мы прибили его на стене. У щита нет силы, у него есть защита. Расскажи мне об этом молоде. Это священный молот Иноса. Этим молотом святой Робор поразил каменного часового, в священных писаниях говорится, что каменный часовой был неуязвим. Он возвышался над полем боя, как башня, и оружие его врагов разбивалось о его каменную кожу. Это каменный галим? Что ли? Робор бросился на этого монстра и поразил его одним могучим ударом своего молота. Ну, это круто. То есть, этот молот бы пригодился против голема. Да? Гарвик. Мы големов пока не встречали, но мы знаем по первой готике, что они существуют. Так, и вот я вижу свободный алхимический стол. Предлагаю, прежде чем поговорить с алхимика, его использовать. Лечебные зелья, мы это все знаем. Читали еще у Ксандоса. Здесь что? Зелья магической силы, так же знаем. Так, давайте. С какой стороны к нему подходить? Тоже мы, алхимик. Ага, ну разобрались. Так. Светится зеленым. Мы можем приготовить эссенцию маны. Два огненных крапива, один луговый горец. Обработать болотную траву и смешать табак. Обработать болотную траву, чтобы получить один косяк с нее. Так, давайте попробуем смешать табак с черным грибом, с болотной травой. Давайте и с тем, и с тем попробуем. Новый вид табака создан. И теперь... С болотной травой. Новый табак. Давайте посмотрим, есть ли смысл обрабатывать болотник. В смеси с болотной травой темно-яблочный грибной табак. И еще у нас есть один яблочный табак, но пока его смешивать не с чем. Так, сколько стоит один косяк? 30. Сколько стоит один болотник? 10. Ну, в целях эксперимента давайте смешаем. Один сделаем косяк. Ну, и пожалуй, давайте сделаем одну лицензию маны. У нас есть и огненная крапива, и луговый горец, поэтому... Ну, все получилось, в принципе. Так, мы попробовали уже себя немножко в роли алхимика. И теперь надо поговорить с Невросом, но я предлагаю это уже сделать в следующей серии. А пока я желаю вам всего самого доброго и всех благ.